Предлагаю перейти к следующему разделу, поговорить про роль огнестрельного оружия в Черкесии, то как оно повлияло на ход черкесской истории, как оно изменило общество. Ну да, итак, то есть получается третья наша часть, ее условное название такое, роли места огнестрельного оружия в черкесской истории. Причем для начала мы поговорим как раз не об огнестрельном оружии, а о том, что 17, 18 и даже начало 19 века, это время сосуществования доспехов, вуков, стрел и ружей в черкесской истории. Вот сперва вот этот нюанс обсудим. И кстати уж, как вы поняли, уважаемые слушатели и подписчики, что мы сознательно не касались сегодня шашек, кинжалов, кольчуг, доспехов, луков, стрел, вот прям непосредственно, ну, видимо как-нибудь в следующий раз, со мной, не со мной, это тема иная. То есть мы говорим об огнестрельном оружии, но вот интересный факт, тут многие этого не знают, что очень долго ружье и лук, ну, лук со стрелами, в адекском обществе прекрасно уживались. И вот как это было и почему так было, вот сейчас об этом. Итак, ну, примеры, что вот даже в начале 19 века лук со стрелами вполне достойное оружие. Почему? Мы уже упоминали, что какой-то период знать черкесское пренебрегало огнестрельным оружием и выезжало в поле в набеге с луками и стрелами. И прекрасно их применяло. Вот один из таких фактов. Черкесский набег на хутора Станицы Тимешбекской 15 апреля 1823 года. Ну, сам набег, как там хутора разоряли, мы не будем рассказывать. Нам интересно, когда казаки уже преследовали горскую партию, когда она уходила за Кубань, как они на нее насели, но, как оказалось, в этот раз казаков навели на засаду. То есть маленький черкесский отряд уходил и уходил на поджидавшего большой отряд. Потом он, если грамотно потерялся, и казаки, которые считали, ну вот-вот, сейчас мы догоним и примерно накажем набежщиков черкесских, оказались сами в очень трудном положении. То есть они нарвались на засаду, им пришлось отступать. И вот читаем. Черкесы осыпали казаков стрелами из луков, но меткий огонь казаков из ружей держал лучников на почтительном расстоянии. Пятидесятники Золотарев и Данилов спешили казаков и, отступая, отстреливались из-за лошадей. То есть такой типичный местный кавказский тактический боевой прием. То есть прикрываясь лошадьми, то есть на седла в основном кладем ружья и из-за своих лошадей отстреливаемся, но при этом потихоньку отходим. То есть обычно все рассказывают вот эти безвыходные случаи, когда уже окружили, когда лошадей изботовали, положили, закололи кинжалами и за этими мертвыми лошадями, за бруствером, за этим завалом из лошадиных тел отстреливаются до последнего. Ну это более известный тактический прием, часто упоминается. А вот этот меньше. Как отступать? Черкесы, в свою очередь, сделав несколько выстрелов, бросались шашки, но казаки встречали их пиками. Убитые и раненые задерживали отступление, но тем не менее казаки отступали. Кстати, факт интересный, это линейные казаки, про которых тоже говорят, что пик у них не было. Были до определенного периода, 1827 год примерно, от пика они тогда отказались, но не потому, что вот они резко стали неэффективным оружием. Просто сменился характер, тип боевых действий. Русские все чаще и чаще стали глубоко в горы ходить. В конце концов, тоже до 1820-х годов горная артиллерия не упоминается на Кубани. Значит, не нужны были тогда еще разборные вьючные пушки, как-то справлялись и такими полевыми образцами во время. Ну, единорог это тип артиллерийского, ну просто горная пушка или горная гаубица, единорог или горная мортирка. Вот эти все термины появились в конце 1820-х годов. Вот одно из первых упоминаний горной артиллерии здесь. Война 1828-1829 года русско-турецкая, экспедиция генерала Эммануэля в Карачай. Покорение карачаевцев. Вот первое упоминание, например, горных пушек и горных мортирок. До этого не нужно было, так глубоко в горы русские не залазили. Вот, на этой закубанской равнине можно было с пиками как-то орудовать. Тот же самый разгром аула князя Али Карамурзина, они там бодро кололи пиками эти казаки вовсю. То есть просто сменился характер войны, поэтому и пиками перестали пользоваться. А это еще все-таки какая-то степень. Тут пики актуальны. Тут они активно их используют, тем более, что черноморские казаки вообще до конца Кавказской войны пики применяли. Итак, положение казаков стало отчаянным, но на их счастье пошел дождь, подмочивший порох на полках замков кремниевых, а лучники остались без стрел. Ну, все повыстреливали, да. То есть у одних пики, у других шашки. Последние не могут подойти близко, без риска попасть на пику. Поэтому остаток этого казачьего отряда уцелел, его спасли подошедшие резервы, ну а черкесы, прекратив дело, направились в горы вслед там основной партии и угнанному скоту с пленными. То есть вот пример. 1823 год, активное использование стрел. Другой пример. Черкесские стрелы в жарком деле в Баканском ущелье в 1836 году. Ну, Баканское ущелье понятно, где это, да? Да, по-моему, Россию. И вот интересный факт тоже скажу, что стрелы оставались дольше у прибрежных горных племен. У равнинах черкесов, ну, огнестрел быстрее их вытеснил. Пишет российский, ну, как бы, участник этого дела, Федоров, записки, значит, российского, ну, не скажу офицера, он был разжалованный, он был солдатом. Но, тем не менее, носил очки в серебряной оправе. Ну, то есть он был благородный. Декабрист? Да вот, как-то, не знаю, интересовался, ну, может и декабрист, а может... Ну, да, наверное, декабрист, просто фамилия такая не сильно распространена, как там Нарышкин, там, и все эти, Адоевский. Вот, он пишет. Здесь я в первый раз увидел употреблениями горцами в бою стрел. Первоначально мы в цепи, ну, то есть это парная цепь, которая окружает отряд, где идет наиболее жаркое боестолкновение, были изумлены непонятным каким-то резким шипением, моментально поражавшим нас слух. Но когда несколько стрел воткнулись вблизи наших стрелков в землю, и даже двум стрелкам попали в их походные торбы, ну, куда-то сюда, в сумку, да. Мы отгадали, в чем дело. Раненых стрелами у нас не было, хотя они шипели довольно часто, но, видимо, слишком на дальнем расстоянии стреляли лучники. Но на другой день, то есть 3-го числа, когда отряд прибыл к крепости Анапе, я увидел одного черноморского конного казака, раненого стрелой в левое плечо, у которого товарищ выдернул стрелу. Однако железное копьецо стрелы все-таки оставалось в теле. Так что врач уже вынул потом посредством операции. Доктор, осмотрев представление ему, ну, то есть принесли ему поднятые на походе стрелы, пришел к заключению, что в них была одна хитрость. Что наконечники стрел в виде очень острых копий, ну, то есть это, ну, такие, ну, серьезные были наконечники, прикреплены к тростинкам из кизилого дерева, то есть, ну, древка стрелы из кизилого дерева, туго обтянутой на клею полоской коры черешнего дерева. То есть, что это значит? Ну, это вот так называемый, видимо, черешковый наконечник стрелы, есть стульчатый, ну, не будем сейчас заморачиваться, короче, черешок, у него такая, ну, палочка. Она в развиленку, древка вставляется, ее надо зажать. Получается, они, ну, клеем пропитанным берут полоску коры вишневого дерева и обматывают, затягивают, все, стрела держится. В чем хитрость? Тем, что когда вот такой наконечник попадает в рану, от теплой крови оклейка отстает, и копьецо остается в ране. То есть, когда выдергиваешь, из-за того, что ослабляется намокание, разбухание, ну, крепкость захвата наконечника, наконечник в ране остается, а ты выдергиваешь только древко стрелы. Потому что оно вот этой на клею вишневой корой, вот специально примотано было для вот таких вот моментов, чтобы, значит, конечник остался в ране. Ну, то есть, получается, вот еще один факт о применении стрел в 1836 году. Николай Симоновский, уже упоминаемый нами, десант в Джубгу. Ну, то есть, высадились в долине реки Джубги, то есть, знаете, контрабандистские всякие эти торговые точки разорить. Вот там пара кораблей турецких было этих, вот высадились их, значит, сжечь, уничтожить. Понесли большие потери русский отряд, это 10 июня 1837 года. Корабли один сожгли, другую наполовину сожгли, постреляли, но их тоже хорошо постреляли. Вот он пишет. Потеря была с нашей стороны немаловажная. Многие из рядовых ранены стрелами. То есть, опять стрелами. Но, вот что интересно, три факта и нет того, что много убито стрелами. То есть, почему? Ну, хотя можно вспомнить, там еще в начале 19 века был такой товарищ, французский мигрант Роши Шуар. Он участвовал в штурме Анапы 1807 года, если не ошибаюсь. Причем отряд, там один шел с побережья, ну, флот атаковал, а другой со стороны Черноморья, то есть, пешим порядком. И вот он описывает, как мы шли, как мы продвигались к Анапе, как у нас были бои. И что там вот стрелы он упоминает очень крайние такие болезненные и тяжелые раны они наносили. Но, я скажу честно, он специально не интересовался процентом, сколько в 19 веке стрелы уже убивали, а сколько ранили. Тем более, раны-то тоже были очень нехорошие, вот с этими вишневой обмоткой, что если стрела в ране останется, она может привести не сразу, но к гибели человека. Поэтому мы обозначили интересный факт, что стрелы черкесы активно применяли в 19 веке. Потом, ну, они начинают сходить со сцены, вот, остались они уже чисто, как бы, их применение адресным для каких-то специальных целей, например, в качестве бесшумного поражения. То есть, когда нужно было вот без выстрела убить кого-то громко, вот тогда, наверное, еще могли стрелу использовать. Или, вот если мы говорим часто о применении массового стрел на побережье, прибрежные племена часто страдали от отсутствия пороха и свинца. Вот тогда они, видимо, и доставали свои луки и стрелы, когда у них не было нечем стрелять. То есть, явно уже, как бы, стрелы сходят, ну, с первой позиции, занимают свою распомогательную роль, а потом вообще пропадают. Потому что, конечно же, для поражения врага на дальних дистанциях на первое место вышел меткий огонь из длинных черкесских винтовок. Вот, ну, сейчас мы не будем вдаваться в технологию, про длинные черкесские винтовки и их конструкцию еще скажем. А пока приведем парочку интересных случаев вот каких. Мы расскажем о том, как винтовки изменили ход черкесской политической истории. Как это бывает. Вот есть такой социолог, исследователь, историк Георгий Дерлугьян. Это, ну, можно сказать, что российский исследователь. Он вообще родился и вырос в Краснодаре. Учился в Москве. Стал переводчиком. В советскую эпоху еще в Мозамбике был переводчиком. Потом стал американским профессором в городе Чикаго преподает. Ну, в лихие 90-е еще и не такое бывает. И вот, с 2002 года он продвигает такую интересную тему, которую вкратце можно сформулировать так. Кукуруза, винтовки и демократия на Кавказе. То есть, такой системный подход применяет, используя вот это все в каком-то комплексе. Ну, что касается вот его, например, идеи, что кукуруза вызвала резкий демографический взрыв на Кавказе в 18 веке. Потому что это питательное зерно. Вот оно, мол, как-то способствовало тому, что, например, в 18 веке горцы увеличились численности и стали спускаться с равнины. Ну, здесь не можно спорить хотя бы потому, что, ну, вообще-то по-черкесски кукуруза называется, если перевести как зерно нартов, зерно богатырей. Да, может быть, оно и питательное, и в конце концов часто понятно, что кукуруза, конечно, уже давно одолела проса. Но в 19 веке, особенно в Западном Кавказе у нас, кукурузы как-то особо еще не было. Проса было. Поэтому вот здесь с ним вопрос спорный, насколько вот как бы смена пищевого рациона увеличила какую-то активность адыгскую. Да, вот здесь с ним, наверное, можно спорить. Но вот его мысль про то, что широкое распространение оружия повлияло на политическую историю, ну да, в этом есть какой-то определенный смысл. Что же он по этому поводу говорит? Что, по его мнению, в 18 веке на Кавказе распространение огнестрельного оружия, причем Дерлугьян считает, что именно винтовок, нарезного оружия, затормозили черкесский феодализм, то есть развитие черкесской государственности. А если быть точнее, оно сменило вектор развития в другую сторону. Как? А вот как. Горцы-крестьяне, обладев огнестрельным оружием, смогли обрести независимость от своих собственных князей-феодалов. То есть, как раньше было, отлично тренированный, неуязвимый своей кольчуге от холодного оружия, благородный наездник, мог безнаказанно, ну как это, наезжать на крестьян и продавать им охрану от самого себя. То есть, хотите жить спокойно, заплатите мне, я вас не трону. То есть, такой типичный ранний феодализм. Но, рано или поздно, это переходит уже на стадию какой-то государственности. Но, какой? Крепостные, феодализм, ну, то есть, вот эта вот классика, которая у горцев не пошла. Дергулгян считает, что не пошла потому, что теперь, тогда, когда у крестьян появились винтовки, теперь уже на них наезжать благородные черкесские дворяне и князя не могли. Пули винтовок пробивали кольчуги. Все. Вот. То есть, и это он сравнивает, знаете, вот с каким фактом, что вот в античной Греции, в гомеровскую эпоху, в аристократической Греции, когда были цари, у царей, вы знаете, было дорогое редкое бронзовое оружие. А большинство греков бегало с палками. Ну, с чем-то таким, да, условно. Вот. А потом появляется дешевое железное оружие, массовое, и наступает демократия финская, греческая, да. То есть, много оружия дешевого в Греции породило демократию. Массовое применение оружий в Черкесии породило вот этот их сдвиг, когда вместо черкесского феодализма у них прошла революция, ну, такая вот социальная. Когда они повыгоняли своих князей, ограничили власть дворян, и начала развиваться вот эта вот, ну, скажем, демократия черкесская, да. То есть, сменился вектор политический развития. И, кстати, Герлугян приводит пример из Кабарды. Восстание кабардинских крестьян в середине 18 века под предводительством Мамсрыка Дамалея. Ну, Дамалей, Мамсрыка переводится, значит, Дамалей как сильный человек с широкими двойными плечами. То есть, он был не дворянского рода, и вот сюжет такой. Рано утром по горной дороге едет молодой князь Набега, ведет с собой двух угнанных коней. Ну, то есть, он удачно сходил Набег. И вдруг на встречу ему идет толпа крестьян во главе с Дамалеем. И князь спрашивает надменно с высоты своего седла, куда вы, чернин, куда вы идете, оборванцы? Вот. Дамалей отвечает, идем вас свергать. Ну, то есть, такая революция, короче, социальная, да. То есть, идем на священный луг приносить клятву о непослушании князьям. И приравниваем вас к собакам. Почему к собакам? Потому что знаменитое кавказское гостеприимство традиционно подразумевает, что даже врагу нужно оказывать гостеприимство. То есть, ну, вы наши такие враги, что вас нельзя жалеть, вас надо уничтожать, как бешеных собак. Тем более, что для мусульман собака – это грязное животное. Кошка, красиво. Кругательство. Да, вот. Кошка – это хорошее. Кстати, для европейца наоборот. Собака, ну, вот эти все средневековые замки, там, вот эти все там с собачками дамы. А кошки – дьявольское колдовское отродье, да. На востоке наоборот. Портреты турецких султанов с ангорскими белыми кошками он сидит. Вот. А собака для мусульман – грязное животное. Кстати, Россия – матушка в этом плане. Интересная страна. А у нас как? А у нас любят и кошек, и собак. Мы же Евразия, мы же посередине. Всех любим. Хотя, период татарщины в восточной культуре у нас был. Вот, например, есть портреты любимого кота царя Алексея Михайловича. А портрета любимой собаки нет. Тем более, напоминаю, что царь Алексей Михайлович увлекался соколиной охотой. Он был фанат соколиной охоты. Это что? Это Восток, это Азия. Но, тем не менее, ладно, мы отвлеклись. Короче, мы приравниваем вас к собакам, чтобы вас уничтожать безнаказанно и без угрызения совести, потому что вы не люди, вы собаки, вы кабардинские князья, вам гостеприимство оказывать не нужно. Все. Вот. Ну, князь ухмыляется на эти бредни крестьянские, говорит, придумали тоже, да. И говорит, а что вы вообще голодранцы против меня можете, со своими железными палками какими-то там ружьями, да, против моей благородной сабли, против моего коня и кольчуги, я же как танк бронированный, то есть я же неуязвимый для вас. На что один из крестьян снял из-за спины ружье и сказал, ну а мы сейчас посмотрим. Бах. Ну вот, как потом предания говорят, могила этого надменного князя, убитого прямо у дороги, была до 1970-х годов видна в Кабарде. То есть вопрос, фантастика не фантастика, ну, в принципе, почему бы и нет. Что-то отражает. Восстание вам с Рыка до Малея было, это народное предание, записанное в Кабарде было, то есть это точно так же, как вот подвергать сомнению вот эти все песни исторические адыгские, да. Ну, было, может было вот так, может было немножко по-другому, но сам факт. Ружье пробивает кольчугу, ну, не всякую кольчугу, ну, простую кольчугу пробивает. Все, знать адыгское утратило свое преимущество над простолюдинами. Естественно, это привело к каким-то вот социальным изменениям. Что касается Кубани, ну, то есть нашего западного Кавказа, если развивать вот эту вот идею Дерлугьяна дальше, вспомним, так в нашем же периоде произошла социальная революция, такая же, когда вольность Абадзехов и Шапсугов наступила, да, когда они в конце 18 века изгнали своих князей и подчинили, ну, власти Хосе, народного собрания своих дворян, ограничив их права. Как это они умудрились сделать? Ну, то есть что, князья и дворяне сами добровольно? Нет, они их изгнали, были боевые действия, столкновения, и почему проиграли? Бзюкская битва. Да, ну, Бзюкская битва была как попытка, как бы, ну, сперва были какие-то другие столкновения, их уже изгнали. Они бежали к бжедугам, попросили помощи, помогите нам свою черню угомонить. Там еще и казаков подключили с пушкой. И только из-за казачьей пушки проиграло ополчение демократических племонов эту битву, жутко обидевшись на казаков и сказали, ну, все, теперь мы будем вам мстить за это. Вот, ну, сейчас не это главное, но сам факт. То есть, дворяне проиграли битву. Какие-то там битвы, их изгнали. За счет чего? Может, потому что как раз вот в Абадзехе и в Шапсуге появилась куча пеших стрелков, простолюдинов с ружьями, которые перещелкали, перестреляли наиболее этих, ну, ретивых, упертых представителей знати, а те, кто, ну, понял, те, кто понял, те, кто и остались. То есть, вот, может быть, эта теория Дерлугьяна в чем-то имеет, ну, определенный смысл. Хотя, опять же, вопрос, а как же разговоры про неуязвимых всадников, панцирников, кольчужников, даже в 19 веке? Да, было дело, но, видимо, стоит уточнить, что это были не все подряд кольчуги. Обычную кольчугу, ну, стандартную, ружье пробивает. Тем более, я вот в музее Фелицина видел, держал в руках издудырканные, изрешеченные кольчуги, явно с огнестрельными дырками. Может, вот такая вот круглая, вот такая вот, ну, все разорвано. И причем некоторые кольчуги были ремонтированы, ну, то есть, заклепаны, там, с клепкой, с восстановлением. Ну, и рядом свежая дырка. Но, когда я беру, эти кольчуги в руки вижу, ну, да, как бы, и крупные кольца, и вязка, ну, не то, что дешевая, ну, обычная кольчуга, назовем условно, да? Но, ведь были же еще довольно редкие, прочные, так называемые, трехкольчужные панцири. Вот они держали пулю. Вот, ну, они и стоили почти на вязу. Были какие-то родовое, семейное достояние, да? Вот, и, кстати, в источниках, вот, если спросить какого-нибудь оружейника, а вот как определить панцирь, кольчуга, прочность, разрыв, какая разница? Тоже интересный факт. Никто до сих пор этим не занимался. То есть, тоже вот белое пятно в истории. То есть, как определить, как проверить, как узнать, неизвестно. То есть, есть только одно предположение, что между просто кольчуга и панцирь, ну, нету разграничения. То есть, никто не занимался классификацией. Но есть одно предположение, что, да, похоже, они сделаны из мелких колец и то, и другое. Но, может быть, панцирь, он более мелкой вязки и более прочные кольца, ну, например, стальные. Ну, а не железные. Может быть, в этом какая-то разница, да? Вот. Ну, как бы, то есть, важное уточнение. Были неуязвимые панцири, но они были редкие. Большинство кольчуг пробивалось пулей. То есть, вот такая специфика. Тем более, что, опять же, это важный факт. Со временем те же самые адыги, те же самые черкесы, они нашли способ, как пробить панцирь. То есть, как? Ну, очень просто. И его можно не пробить, а прошить. Насквозь выстрелом в упор из заряда иголок. То есть, все очень просто. И, казалось бы, фантастика, не фантастика, но есть такие свидетельства. Например, писатель, знаменитый декабрист Александр Бестужев-Марлинский в 1834 году писал об этом так. Застрелил одного шоксуга из пистолета. Он кинулся на меня с шашкой, но заряд иголок вместо пули прошил кольчугу. И самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку Алигерею. Как он говорил, надо бить зверя, не портя шкурки. Чертовская расчетливость. Ну, то есть, грубо говоря, Бестужев застрелил черкеса черкесским способом. Ну, в кольчуге. Шапсок в кольчуге был, да. Или другой похожий способ огневого контакта, который попал в стихотворение Николая Мартынова, который Лермонтова застрелил. Герзель-Аул, 1840-й год, в котором описывается поединок линейного казака с панцерником. Напрасно наши в них стреляют. Они лишь бранью отвечают. У них кольчуга на груди. Смекнул урядник, догадался. Взяла досада казака. Но пособить он горе взялся. И с видом дела знатока, поверх заряда, в ствол винтовки, пучок иголок посадил. И вновь в готовой джигитовке, во весь опор коня пустил. Избрав противника, он круто на задних бабках повернул. Прошла еще одна минута. Ружейный ствол его сверкнул. Раздался выстрел без раската. Как будто щелкнул кто орех. Ну, видимо, от того, что посажен в ствол, звук разный. Вот. Пред нами пыль столбом поднята. Мы все надежды на успех. Глядим на место. Прояснилось. К испуге конь от нас бежит. От тела всадника свалилось. В траве пустой оно лежит. Ну, то есть, заряд попал в цель. Ну, и, как говорится, раз пошла такая пьянка. Еще один пример из заметок Василия Оксановича Потта, который еще, будучи молодым служивым офицером, под псевдонимом Драгун, написал короткий очерк. Несколько дней на Кубани, по теории заметки, введенной на Кавказе в 1853-1856 годах. То есть, это время Крымской войны. Кубанская линия. Он там проезжал. И вот он записал рассказ одного казака, как они ходили на Верхнюю Кубань в экспедицию. Ну, встретилось, естественно, с ополчением местным горским. Перестрелка началась, бой. Текст. Прошло эдак с четверть часа. Отряд не готов еще. А глядим, черкисня засуетилась вокруг. И высыпала из лесу их человек, ну, может, двести будет. Мы ничего ждем. Что это станишники, говорю только, не на удар ли они собираются? Ну, то есть, чтобы броситься на отряд. Только нет. Ну, выжидают. Выехал какой-то кольчужник, как жар, так и горит панцирь на нем. И стал так в стороне от них. Ну, то есть, кольчуга начищена до блеска, горит. Хотя вопрос, железные кольца стальные. Может, стальные-то как раз и горят, да? Тем более, что если вот я в одной из статей упоминал легендарный, заветный панцирь князя Болотокова, там кольца из белого металла были вплетены в вязку обычную. То есть, по краям, вот тут там описывается, что у него подол, кольчуги и рукава были из белого металла. Что это? Как это? Ну, неизвестно. Но, тем не менее, видимо, вот, видимо, прочный панцирь за счет другого материала он более блестящий. Да? Вот. Беспременно это князь их думает. То есть, казак сразу говорит, в таком доспехе может быть непростой войн. Да? Глядим. Какой-то джигит подскакал к нему и подает винтовку. Опа-на. Как мы уже говорили, что сами князья брезгуют, они огнестрельное оружие сами не возят. И груздень подал, а у него лук и стрелы. Тот осмотрел ее, приложился с коня. Да как стрельнет, бац! И убил казака. И как загикает эта черкесня на нас. Ну, то есть, обрадовались удачному выстрелу. Мы сейчас вперед. И тоже с ружей в них. Бац! Бац! Пошла перепалка. Страсть просто. Долго приловчались, браты, все. Как бы этого кольчужника снять с седла? Ну, то есть, старались по нему попасть. Так нет. Стоит, словно и ни в пули, ни в него летят. А уж на что пластуны стреляли. Те за даром пули не пустят ваше благородие. То есть, они попадали. А не берет. Хошь, что ты делай с ним? То есть, не пробивают. Так догадались, браты, что кольчуга у него добре-хорошее. Не проймешь пули-то. Причем, кольчуга добре-хорошее. То есть, не просто кольчуга. А, ну, панцирь. Вот и выискался казак один, слез с коня, зарядил винтовку, а поверх заряды упустив ствол иголок, может штук пятнадцать. Прибил их легонько пышом, чтобы не просыпались, пока он там подбираться будет. И пополз кустами к тому месту, где этот князь стоял. Мы все глядим в ту сторону, что будет. Прошло время, вдруг бац с ружья. И крикнет черкесин и повалится с коня. Наши бросились прямо с шашкой, не отхватили его тело от черкесов, отбили. Добыча с этого князя все же порядочная достала. Сняли с него панцирь, продали этот панцирь, рублей за 200 должно быть. Пистоль взяли. Ружье он пока еще живой был, разбил, шашку разбил и кинжал разбил. Поломал самое драгоценное оружие. И уж как нам было жаль кинжала, а пуще того шашки, что князя камень разбил. Настоящая франка была-то, одно слово, франкские, итальянские, генуэзские клинки западные. Ведь панцирь для наездника это крепость же, а в рубке-то, как врежется такой дьявол сотню, и пошел крошить направо и налево. А ты ему ничего не сможешь сделать, ну то есть вот непробиваемый, да? Разве коня подобьешь? И да уж потом-то спешим возишься, возишься, насилу одолеешь. Так браты, ну в смысле казаки, иголками налопчились их стрелять. Иголки тонкие, так промеж колец нутро и проходят. Оно тошно, конечно, в муках человек помирает. И зверское это дело в ваше благородье, а что делать? Просто другой обороны от них не было. Ну то есть получается, что вот казаки усвоили этот черкесский способ стрельбы иголками. Правда уточним, как иногда совершенно как бы справедливо об этом сомневается. Очень хороший историк Ставропольский Максим Нечитайлов, что насколько это реально вообще. То есть несколько вот этих свидетельств. Потому что возьмите иголку, зарядите, выстрелите, и тогда станет понятно, реально или нет. Ну я ему говорю, что ну да, у нас нет технической возможности взять черкесское ружье, зарядить иголки, выстрелить, посмотреть. Но как бы косвенное подтверждение, что так было. Какое может быть? Что ну да, иголки не имеют оперения, они как вылетят из ствола, они наверное сразу начнут кувыркаться. Вот, баллистика-то нулевая. Вот, поэтому выстрел этот был эффективен только, видимо, на коротких пистолетных дистанциях. Ну 15-20 шагов в упор. Тем более вот смотрим, Бестужев говорит, из пистолета в упор стрелял. Те два случая тоже, поединок, ну в упор люди сходятся, и тогда стреляют этими иголками. Видимо только так. А иначе, ну на дальнем расстоянии это бесполезно. Ну и раз мы говорили, точнее уже рассказали, как могут ружья менять ход политической истории, вот в завершении этого блока еще один интересный факт, как один единственный выстрел может поменять историю. Это связано с гибелью темиргоевского князя, в случае безрука Болотокова. Это начало 19 века, 1807 год. Вот что об этом князе писал султан Хангирей. Главным темиргоевским князем был безрука Болотоков, который управлял темиргоевцами около 30 лет, поставив целью своей жизни спокойствие ему подвластным. Сей князь подчинил свое владение порядку и благоустройству, прекратил внутренний беспорядок, свойственный духу и образу черкесских племен, посредством той строгости, с которой наказывал ослушников его воли и нарушителей общественного спокойствия, и того сильного покровительства, которое оказывало честным и доброго поведения людям. Ну то есть получается, что если бы докобы, может быть, вот эти аристократические племена, черкесские, равнинные вдоль Кубани, там, темиргоевцы, бесслинеевцы, бджедуги, может быть, со временем могли бы образовать ранее феодальное государство во главе с темиргоевским племенем и двигаться по пути стандартного, с чего начались многие западноевропейские государства. Но не случилось, потому что там часто все на харизме, на личности лидера задействовано, он должен быть, а если его нет, все может разрушиться. Вот так и получилось, что темиргоевцы почувствовали всю сладость и спокойствие. По собственным их словам, в дни правления этого князя усталый путник в их владении мог спокойно отдыхать под тенью деревьев, не опасаясь разбоев, и там и ножик потерянный могли приносить, все нормально, и женщины спокойно ходили без сопровождения. И впоследствии без рук оболотоков, видя возрастающую у горских племен систему их усиления, систему пагубную для высшего класса, ну то есть речь идет об усилении резком вот этих демократов горных, вознамерился соединить все княжеские владения, ну то есть вот эти аристократические племена, в одно целое, для защищения своих земель и прав против внешних врагов, абадзехов, шапсугов и натухайцев, но с сохранением внутреннего управления каждого племени на прежних основаниях. Ну то есть прообраз государства, то есть конфедерации племен, военной конфедерации с единым правителем, ну через это многие проходили народы, строя свою государственность. Могли бы и пройти чертесы, получается. Все было согласились с ним заодно, даже дворяне, жившие между его врагами, которые втайне ему доброходствовали. О как! Вот, но весь план безрука, прекрасно обозренный, и от привидения, в которого произошли бы важнейшие перевороты в Черкесии, сокрушился с его смертью. Он был убит в сражении с абадзехами в 1807 году. Как был убит? Ну там был момент какой, шла очередная русско-турецкая война, опять было две партии, протурецкая и пророссийская, среди адыгов. Вот эти протурецкие товарищи-демократы, они пошли войной на темиргоевцев и их союзников. Безрука Болотоков собирает ополчение, обращается за помощью к черноморскому войску, собирается совместный отряд, выдвигается в Закубанье, навстречу. Происходит сражение, естественно, что более обученное аристократическое войско, плюс с армейскими и русскими подразделениями, оно в этом бою побеждает. Ополчение черкесских демократических племен, бой шел на открытом месте, на лесных опушках, и как писал российский автор, «Наши азиатцы преследовали их саблями верст пять». Ну, наши азиатцы – это наши мирные, союзные нам черкесы. «Во главе с князем Безрука, который хотел лично натешиться местью над пораженными врагами. Но в лесу они нарвались на густую толпу и град пуль». Ну, засада, видимо. «Первым был убит князь Болотоков, пораженный пулей в лоб». Ну, то есть, вот одна черкесская пуля, которая попала князю в лоб, изменила ход черкесской истории, точнее, она не дала ему развиваться так, как он мог бы развиваться. «Погибли и многие из его сподвижников. Убитый князь был вынесен на бурки из леса под тучей пуль». То есть, вот она, пешая крестьянская пехота переломила ход черкесской истории так, как он пошел. То есть, ну, многие удивляются, то есть, действительно, в 18 веке зачатки государственности есть, что-то начинает происходить, потом трах-бах, все изменилось, началась опять черкесская демократия, а черкесские аристократы стали терять власть. Могло быть государство, вот по плану Безрука Болотокова, могло, не пошло, не пошло. Пошло по другому политическому пути. Может быть, со временем тоже бы развился другую государственность. Да здесь уже Кавказская война и русские власти помешали. Ладно, ну и напоследок немножко о кавказских ружейных хитростях. Это часть из путевых заметок Александра Дюмана Кавкази. Когда по дороге на станицу Червленую, эскорт французского писателя был обстрелян небольшим отрядом чеченцев. Казаки бросаются в атаку. Все чеченцы бегут, за исключением одного абрека, который дал клятву никогда не отступать. Но об абречестве, конечно, говорить можно долго. Это такие своеобразная публика. Кстати, слово абрек переводится как заклятый, изгнанный, проклятый. Синоним русского слова изгой или изверг. То есть за преступление не убитый, но изгнанный из рода, из племени, из аула человек. За что? Ну, случаи бывают разные. И вот абрек предлагает казакам единоборство. Неистребимое любопытство Дюма заставляет ему посулить 20 рублей тому, кто согласится на этот поединок. Один казак пускает лошадь в голову. Обмен выстрелами, в ход идет холодное оружие. И вот уже абрек потрясает головой казака и снова бросает вызов на поединок. Надо будет как-нибудь поговорить по добыче, отрубать, отрезать головы. Кто больше, кто меньше, от кого пошло. Но эта тема очень злободневная. Большой привет всем, кто не любит генерала Азаса. Вот, но сразу вкратце скажу так, это черкесский обычай. Ну, как-нибудь, может быть, об этом поговорим. Короче, абрек отрезает голову казака, показал, вот он, вот, и приглашает следующего. Вот. Другой казак, куривший трубку, затягивается в последний раз и бросается к абреку. Ружье на плечо, прицеливается, легкий дымок, вроде как запал загорелся, но осечка. Ну, то есть, ружье казака осеклось. Абрек осмелел, приближается, стреляет. Казак совершает маневр на лошади. Ну, обычно это все знают, когда вот так вот падают седла, как будто, ну, как будто его убили. Потом подымается, снова скидывает ружье, стреляет, абрек падает. Казак отрезает ему голову. Его товарищи раздевают труп. У победителя спрашивают, а как ты сумел выстрелить два раза из ружья? Одноствольного, кремниевого, да? А он схитрил. Оказывается, первый дымок он выпустил изо рта. Ну, то есть, затянулся, держал дым во рту. Выпустил дым, абрек подумал, что осечка. Осмелел, приблизился и за это поплатился. Вот такие кавказские ружейные хитрости. Интересно. Ну, собственно, на этом третья часть заканчивается. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова